Время лечь, но доктор быстрее. Способы борьбы со стрессом. Пощечину. Лепил внезапно и смотрит, он побледнел, либо покраснел. Стресс, по сути, топливо для роста. Вот почему наш мозг так любит трэш? Предприниматели, о, эта штука меня пугает. Раз у меня какие-то мурашки от этого пошли, ну-ка я приближусь к этому и посмотрю. На победителях даже раны быстрее заживают. Друзья, всем привет. Прямо сейчас будем разбираться, не псих ли я, как это понятие, тема ментальное здоровье. После нашего интервью о дофамине мы получили огромное количество фидбэков и снова пригласили Андрея Беловешкина, врач, кандидат медицинских наук и автор популярных книг о здоровье. Как дела у тебя, Андрей? Отлично. Рада тебя видеть снова. Взаимно. Слушай, у меня большое количество друзей, предпринимателей, и нет ни одного, кто бы не ходил по психологу. Если быть точнее, там даже по 3-4 терапии в неделю бывает. И вот у нас даже есть на канале классное интервью Ромы Кумара. Он рассказывал, что они еженедельно со своими кофаундерами встречаются и вот все обидки проговаривают при психологе. Вот он такой, он сякой. В общем, очень эффективно оказывается. Вот вопрос в чем? Что с нами, предпринимателями, не так, Андрей? Не психи ли мы вообще? Я думаю, что все нормально, и то, что люди обращают на это внимание и укрепляют это, это уже признак здоровья. То есть заботиться о своих ресурсах и понимать, что твоя продуктивность зависит от того, насколько ты эффективно распоряжаешься своими ресурсами, физическими и в том числе и психическими. Потому что если со здоровьем физическим все более-менее уже определились, и это окей, то есть заниматься спортом, спать, следить за питанием считается нормальным, то еще, например, следить за стрессоустойчивостью, прокачивать осознанность и формировать правильное социальное окружение еще не так модно, еще не так принято. Но я думаю, дело за малым, потому что тренд здесь очевиден. И более того, если посмотреть на проблемы, проблемы ментального здоровья сейчас и ментальных проблем растет более быстрыми темпами, чем проблемы физические. И депрессия, да, и депрессия, и тревога, они встречаются все раньше, все у более молодого поколения. И, вероятно, депрессия уже скоро выйдет номер один по причине трудоспособности среди рабочего населения. Ничего себе, такая статистика неприятненькая. А почему это происходит? Почему физические заболевания отдаляются каким-то психическим, психологическим? Большинство болезней современных, их принято объяснять так называемой болезней несоответствия, либо болезней цивилизации. Так, интересно. Мол, наше окружение, где мы живем, мир, изменился быстрее, чем мы смогли к ним адаптироваться, чем изменились наши гены. И поэтому возникают проблемы. Например, избыток еды, стало больше дешевой еды, стали меньше двигаться. Начинает риск увеличиться диабета избыточного веса. Либо, например, с болезнями сердца мы тоже. Меньше движений, меньше солнечного света, тоже возникают определенные проблемы. Но это пока все физические болезни, а психологические? Да, так вот, психологические то же самое. Как же современный мир называют? Более сложный, менее предсказуемый, больше неопределенностей, меньше гарантий и сложнее больше информации, избыток, который появляется, меньше, так сказать, определенных критериев и навыков работать с этой информацией, где правда, где ложь, кто какие использует. Больше бизнесов борются за твое внимание, иногда используют не совсем честные способы для того, чтобы привлекать твое внимание. Манипуляции такие, да? Да, а инструментов, как с этим совладят, не появляется. И все это создает большую нагрузку, которая, безусловно, приводит к проблемам. И если посмотреть даже раньше, когда это выбираешь, одну специальность, одну компанию, на ней более-менее работаешь всю жизнь, у тебя есть предсказуемая схема роста, правила игры понятные. И, в принципе, это создает довольно прочный фундамент. У тебя одна газета, которую ты читаешь, небольшая библиотека, в которой ты можешь узнать, в принципе, все. А сейчас говорят, что в одной газете, какой-то современной толстой газете, которая выходит, может быть информации больше новостей, чем за год узнавал средневековый крестьянин. То, что приносило, то, что ново происходило. Это такой информационный пастфуд, просто, а вот почему наш мозг так любит трэш всякий? Ведь вот мы когда листаем, у нас как бы вот эти бабочки, клубнички не очень. А когда там чего-нибудь, кого-то убили, кого-то замочили, такие че-че-че, так что, ухо навострели, что с нами металли? Да, это, конечно, не медиа, это нам навязывает. Они просто идут за толпой, это проблемы социальных сетей, алгоритмами, они просто отвечают реальным потребностям, что люди больше лайкают, что больше репостят. И, к сожалению, фейковые новости, которые эмоционально сильнее затрагивают, они репостятся больше, имеют более высокую скорость распространения. То же самое с любой чернухой, любые убийства, катастрофы. Наш мозг считает, что это знание полезно, потому что оно поможет выжить. Что такое ментальное здоровье и от чего оно зависит? Скорее, здоровье – это развитие тех ресурсов, которые помогают тебе эффективно функционировать и справляться с вызовами, и выполнять то, что ты хочешь. Так, а от чего зависит наше ментальное здоровье? Какие факторы влияют на него? От нагрузки. Как мы умеем с этим справляться? Какие у нас есть ресурсы? Какие у нас есть навыки? Какие у нас есть правильные копинг-модели, чтобы справляться с нагрузкой? Иногда речь не просто в крепости нервной системы, а просто люди не восстанавливаются, дают себе неправильный график, либо заедают свой стресс, запивают свой стресс. Нет, ну подожди, вот смотри, основные, если факторы назвать ментального здоровья, это получается что? Вот мы можем сказать, допустим, сон. Он имеет значение или нет для ментального здоровья? Ну, сон – это больше все-таки физическое здоровье. Физическое, да. Физическое здоровье. Вот. И часто возникает такая порочная связь со сном, которая касается. Именно поэтому сон хорошо лечится в психотерапии. Обычно трудно засыпать. Это, как правило, из-за острого стресса. Когда у человека трудности с засыпанием, постоянно руминация, прокручивание мыслей. А когда человек рано просыпается и не может заснуть, это один из признаков депрессии, может быть, ранней. Если это систематически. Да, ранние пробуждения с невозможностью заснуть. А если накануне какого-то события волнительного, то это нормально? Это нормально. Тревога – это ситуативно. То, что ситуативно, оно не имеет. И проблема в том, что постоянное недосыпание делает человека более уязвимым к проблемам. Меняет он у него. Меньше у него удовольствия. Он более стрессово реагирует. И более того, даже когда у человека он не досыпает, то у него, например, может возникать ощущение ему лица окружающих кажется более враждебными. Он начинает реагировать. Что-то он там обо мне думает. И формируется порочный круг. Вот попробуйте, например, как вы видите мир, выспавшись, и когда вы не доспали. Это совершенно две другие вселенные. Я как мама двух детей могу сказать, что это реально параллельные две вселенные. А что делать для хорошего сна? Что нам нужно? Хорошо устать. Хорошо устать. И главное, это, конечно же, засыпать с чувством, что ты все сделал и с чистой совестью. С выполненным долгом и с чистой совестью. Ну или как предприниматель, закончив свою задачу, как пшеницы продавший. Спи, да? Вот то же самое. Выполни все свои дела. Я в твоей лекции услышала, что ты называешь ночной шум невидимым убийцей. Вот сейчас должны все привлечь внимание. Вот сюда вот. Я была удивлена, потому что, например, для меня всегда вот шум машин за окном, он меня успокаивает. Ну типа такой, знаешь, он гудит, такая равномерная история. И думаю, ничего себе. А то есть, а получается, пришло время обзаводиться берушами, чтобы я была, в общем-то, в нормальном состоянии, работоспособным, да? Или нет? Все зависит от интенсивности и характера. То есть, если это монотонные и негромкие, это может быть окей. Ну, шум машин, шум деревьев. То есть, белый шум, там есть розовый, зеленый, разные виды. А когда слабые, это окей. Они даже хороши, потому что они маскируют резкие звуки. Если такой шум есть и где-то там кто-то выхлоп, какой-то удар, то мы их не почувствуем, не проснемся. Если это громкие звуки, либо такой паттерн, как резкий звук в тишине, он мы даже просыпаемся. Хуже всего, что мы иногда не помним, что мы проснулись. Такие микропробуждения. Мы проснулись и тут же провалились назад. Но фазы сна, они обнулились. Цикл нарушился. И получается, сон фрагментируется. Мы вроде бы спим достаточно, но чувствуем себя не очень. И удивляемся, как же так? Вот, да. Я вроде бы спал 8 часов, почему я себя чувствую помятым? Сто процентов. Ты вот прямо мне мою ситуацию рассказала. Я все время, ну, хваленая 8 часов уже проспала. Почему такая голова тяжелая? Оказывается, не только качество, но и количество. Здесь тоже... Но вообще, получается, главный враг ментального здоровья, это, наверное, стресс. Да, какой-то такой... В том числе, это можно назвать как бы общую такую нагрузку. Это может быть и стресс, и непредсказуемость, и низкий социальный статус, и отсутствие поддержки, и так далее. То есть это все вместе кумулирует... Как понять, что я в стрессе? Как я могу распознать это? Я сейчас в стрессе. Как я должна это понять? Что со мной происходит? Тут, вероятно, много, может быть, признаков, начиная от конкретных маркеров, которые можно в крови измерить. Скачки там кортизола, либо адреналина, либо, например, стресс меряют различные фитнес-браслеты, трекеры по вариабельности пульса. То есть можно почувствовать, и которые заранее уведомления приходят на этой встрече, имея в виду, что ты сейчас не очень. Вероятно, ты можешь что-нибудь быстро завестись и сказать, твой ресурс на грани истощения. Либо классические признаки стресса, когда, например, что-то начинает раздражать. Мышление становится туннельным, то есть мы фокусируемся на чем-то одном. Мышление становится черно-белым. Так то все люди, каждый хорош по-своему. Есть либо друзья, либо враги. Друг, либо враг. То есть это черно-белое мышление. То есть упрощение, уплощение происходит. И, как правило, при стрессе мы реагируем более импульсивно, фокусируясь на более краткосрочных вещах. И, например, мы начинаем действовать вот пять классических реакций, которые fight, дерись, flight, убегай, freeze, просто замри, и, стой, faint, потеряя сознание, прикинься, мертвым, просто он не дурный, нужно полежать. И последнее, то, что фиджет, просто трясись. То есть просто волнуйся, да, и все. То есть автоматические реакции, но все они, возможно, были полезны десятки тысяч лет назад. Например, почему люди замирают? Потому что хищники в джунглях, они лучше распознают движущуюся цель. Поэтому это наша реакция, просто иногда замереть. Но, условно говоря, если ты испугался на улице перед машиной, замер, то, конечно, эта реакция, она сработает для тебя не очень хорошо. Либо когда ты просто замер и боишься, счетчик идет, дедлайн приближается. Я вот поняла, почему меня бесит, что у меня периодически меня бесит, что у нас сломана ручка на входной двери. Так нормально, я как бы не замечаю, бегаю, бегаю, а иногда, знаешь, вот прям так бесит. Почему я ее замечаю? Отличный пример. Для здорового мозга есть такая полезная функция, называется охранное торможение. Вот наша префронтальная кора, главное, она всегда фильтрует все входящие и незначительно и подавляет, а помогает на важном фокусироваться. То есть, вот эту всю работу делает по выстановке приоритетов. Ручка не важна, мы не раздражаемся. Это не важно, мы не раздражаемся. У меня, например, вот такая, как это сказать, бордюрина такая вот вывернутая, вот в Минске возле дома была, и я ее всегда, когда радостная, я ее никогда не вижу. Как только я уставший, я такой иду, блин, не могут эту бордюрину на место поставить, уже столько лет она здесь делает. Такой личный индикатор, да, то есть, 100%. определяешь. Вот. Поэтому, когда вас начинает что-то раздражать, то, что не раздражало раньше, либо вы не замечали, о, знаете, у вас как бы префронталочка слабела. Скажи, самая большая ошибка человека, который столкнулся с разрушительной тревогой, что нельзя делать? Нельзя игнорировать с помощью специалиста и думать, что это что такое, слабая такая штука, что она само по себе рассосется. То же самое, как при депрессии, многие люди, они боятся там лечения, боятся препаратов, боятся психотерапии, это зря. То есть, да, теоретически легкие формы где-то можно проработать и самому, и книжками, но, как правило, есть склонность рецидива от одного и второго состояния, и время лечь, но доктор быстрее. Более того, если запускать, оно может... Можно прям на цитату, да. Оно может ухудшиться и полностью парализовать жизнь, разрушить бизнес и так далее. При этом, вы даже сами не поймете, как это происходит. Просто все перестает интересовать. А стресс влияет на работоспособность, да, то есть она падает. На самом деле, стресс – это просто нагрузка. И суммарное действие стресса, оно зависит от того, как ты с ним справляешься, что ты делаешь, восстанавливаешься ли ты и так далее. То есть, собственно говоря, тренировка – это тоже стресс. Когда ты поднимаешь тяжести, происходит микроповреждение мышц, мышечных волокон, и это реальный стресс. И этот стресс, который при правильном восстановлении обеспечивает тебе рост мускулатуры. То есть, точнее мы говорим, это хороший стресс. Вот называют иногда похожую вещь гармезис. Это стресс, который усиливает, который действует, стимулирующий на антистрессовые системы и как бы тебя закаляет. Вот закаливание. Это хороший стресс. Сауна тепловой. Хороший стресс. Хотя, ух, тоже тебе не очень. То же самое, любая активность, которая дает нагрузку на наш организм, если это нагрузка, которую мы контролируем, она дозированная, у нас есть возможность после этого восстановиться, у нас есть навыки, чтобы с ней справиться, то этот стресс, по сути, топливо для роста. Мы становимся даже сильнее после этого стресса, и он нас закаляет. Я сегодня такая стильная стала, Андрей, после того, как у нас локация одна слетела для съемок. Вообще просто. Но видишь, тебя же это не сокрушило. Не сокрушило. Да, ты наоборот, опыт того, что ты смогла это преодолеть, найти быстро, оперативно новую локацию, и это закалило. По сравнению с тем, если бы ты сдался. Вот такая тоже одна типичная реакция, которая отличает обычных людей от предпринимателей, во многом такая биологическая, это приближение либо избегание. То есть у нас где-то в глубине есть такой датчик, когда нам что-то кидает вызов. Мы либо приближаемся, к этому, либо избегаем от этого. И предприниматели приближаются. Предприниматели приближаются. А большинство людей, если что-то дискомфортное, неопределенное, они скорее, ай, уйду-ка я от этого, непонятно что, даже не буду об этом думать, какая-то здесь ерунда. А предприниматели, ой, эта штука меня пугает, наверное, в этом мире есть что-то стоящее. Раз у меня какие-то мурашки от этого пошли, ну-ка я приближусь к этому и посмотрю. И это очень полезно. Это, например, такая же вот есть психотерапия, со всякими фобиями, которая работает. Раньше же как считали? Что если у тебя фобия, вероятно, тебя кто-то в детстве насиловал, какие-то, не знаю, штуки, тебе нужно пять лет лежать на кушетке. Ребята, молодые психотерапевты, сказали, а давайте попробуем просто подходить ближе к источнику стресса, по чуть-чуть и прислушиваться, принимать собственные эмоции, не поддаваясь импульсам. Вуаля. Появилась экспозиционная терапия, которая без вот этих сказок по психоанализу оказывается прекрасно лечит сифобии. То есть ты просто становишься на шаг ближе к тому, что тебя пугает, смотришь, как у тебя коленки сгибаются, принимаешь и двигаешься дальше. Страх высоты, просто чтобы это вот понимать. Страх высоты, я боюсь, но я не боюсь. Ну, допустим. А как к ним пробежаться? Есть стекло? Да. Просто справится то же самое, как и с дофамином. Например, ты боишься, что не выдержишь и съешь этот эклер. Без денег, без ничего. Приблизилась к стеклянному варьку, посмотрела близко, чтобы подышать, чтобы запотел этот киоск близко. И ты наблюдаешь за собой, принимая все физиологические изменения. Да, у меня колени подгибаются, сердце забилось, испарина, мурашки. Это нормально. Ты просто дышишь, и эта волна проходит через тебя и сама себя гасит. А потом в следующий раз ты уже можешь пройти чуть-чуть дальше на маленький шаг. И ты обнаруживаешь, что это уже страх ушел, он ослаб, потому что ты ему не подчинился, ты обрел контроль над этим. И в следующий раз ты делаешь еще маленький шажок, еще маленький шажок. И то же самое, также легко бороться и с искушениями, и с фобиями. Не прячься от них, потому что, если ты избегаешь источников страха, ты инкубируешь фобию. Она тебя пугает все сильнее, чем ты от нее больше прячешься. Приближаясь, глядя в лицо, принимая все, что внутри происходит, ты перерастаешь по сути свою фобию. И это, кстати, ответ для многих психологических проблем, что если с ними невозможно справиться на текущем уровне, ну что ж, ребята, придется их перерасти, стать просто больше и сильнее. И тогда просто они по-прежнему будут вас тыкать, но из-за того, что у вас уже тут броня, вы просто даже не чувствуете, что этот страх где-то внутри вас копошится. Есть другие проблемы. Да, да, слушай, это очень интересный метод. А давай тогда поговорим, и вы уже прямо подошли к этой теме, как прокачать свою стрессовую устойчивость. Это вообще можно сделать? Да. Как? Для начала самый лучший способ прокачать это не воспринимать стресс как нечто однозначно повреждающее и вредное. Достаточно изменения майнсета, установки, для того, чтобы на физиологическом уровне изменилась реакция на стресс. То есть первое, да, стресс-то просто энергия, она меня нагружает, но на самом деле понимать, что все последствия лишь в моей голове, в моей реакции. Если это не физически не наносит мне какие-то раны, либо травмы, и то, как предпринимателям будет полезно, да, вот эта поговорка римская, ее на самом деле подтвердили, на победителях даже раны быстрее заживают. Поэтому, да, если раны, но ты победитель, у тебя меньше воспалительной реакции и быстрее даже затянутся раны. Так, а если проиграл, если ты сделал стартап, который закрылся, вот стресс, все, блин, нафига я три года своей жизни потратил, машину продал, чтобы это все раскачать? Тут вопрос такого рефрейминга тогда подходит, да, то есть ты оцениваешь во многом свои действия по тому, насколько ты выложился, по тому, насколько ты себя реализовал. Молодец. В этом что-то изменилось в твоих действиях, изменился ты. То есть не ты, ты и создаешь стартап, и стартап создает тебя. Это два процесса идут. Вот эти тяжести, которые происходят, они создают тебя. Вот, например, как я тоже вот люблю визуальные метафоры, вот метафора, что человек перегорел. Да, ты перегорел, остался только уголек. Но если добавить времени и давления и температуры в этот уголек, уголь, можно создать алмаз. Даже с сгоревшего человека. Или как вот там камни, вот время делает красивые гальки. То есть стартап тоже создает человека. И об этом нужно знать, как окружение, в котором ты работаешь, как вызовы, с которыми ты справляешься, как они меняют тебя. И иногда результат, это может быть не только закрытый стартап, но это твоя готовность, твоя вера, твое понимание, что ты это уже сделал, ты способен это повторить. И сейчас у тебя точно больше навыков и видения, чем было до этого. А получается, этим объясняется, да, вот такая фениксовость, про которую говорят многие предприниматели, что вот они создают 10 стартапов, они закрываются, и одиннадцатый выстреливает. Но они это создают, то есть они не сдаются, они идут. Почему? Например, некоторые люди опускают руки и все, все, все. А они вот продолжают, продолжают, продолжают. То есть такая живучесть, неубиваемость какая-то, знаешь. Это очень вопрос сложный на самом деле, потому что здесь трудно провести какое-то исследование для того, чтобы подтвердить либо доказать. Есть несколько объяснений. Первое, они все-таки чему-то учатся. Второе объяснение, это лотерея, и они наконец-то оттянули достаточно много билетов для того, чтобы вытянуть свой хороший билет. То есть вот вариант, если ты готов и стараешься, тебе рано либо поздно может повезти. Ну, то есть просто статистически удачная тема, лучше понимаешь и ты просто ориентируешься и так далее. То есть ответов много, в любом случае большое количество попыток увеличивает уровень возможностей. Например, вот было исследование, почему люди, имеющие там более социальный статус, высокий, почему они чаще богатеют. И ответ, кстати, был простой, не потому что они умнее, а потому что они элементарно делают больше попыток. То есть если у тебя мало ресурсов изначально, ты для себя всегда стараешься работу выбрать, которая дает более гарантированный доход и стабильный, но с меньшим вознаграждением. Если у тебя есть как бы ресурсы и больше силы ты себе веришь, ты элементарно предпринимаешь больше попыток и имеешь больше шансов. Если ты в 10 раз делаешь больше попыток, ты в 10 раз больше имеешь шансов. И просто эта энергия и рано либо поздно она вознаграждается. Ну, надеюсь, вознаградится. Смотри, способы борьбы со стрессом. Вот он уже случился, сейчас. Ну, самый лучший способ, самый лучший способ, который можно сделать, это уйти максимально далеко своего источника стресса. То есть физическая активность. Пойти пешком, либо пойти гулять. Потому что стресс это всегда реакция для физической активности. То есть твой организм считает, что тебе нужно либо драться, либо убегать. В любом случае, тебе нужно делать очень много движений. Повышается уровень глюкозы в крови в ответ на стресс. Повышается уровень жирных кислот. То есть организм думает, что сейчас будет какой-то активность. И лучший способ утилизировать это, это идти. Движение, любое движение. Танцы, прогулка, бег. Как форстган, да? То есть стресс, убегай от стресса. Беги, иди далеко в новые места. И это еще второй момент, который очень важен вот в этом движении. Вокруг тебя все меняется. Хуже всего стресс, когда мы сидим в запертой комнате. Все неподвижно. Только мысль у нас крутится. А вокруг ничего не двигается. А когда ты едешь на велосипеде, идешь пешком, вокруг тебя картинка меняется. Возникает оптический поток, который помогает твоим мыслям струиться и не застревать. Поэтому лучший способ размышлять, это в движении. Дыхание. Прогулка для ходьбы. Дыхание помогает. Такой быстрый способ, который помогает что-то взять под контроль прямо здесь и сейчас. Контролируемый. То есть любой, по сути, контроль над дыханием, он хорош. Для того, чтобы, например, вспомнить, есть такое дыхание по прямоугольнику. Почему это хорошо? Потому что везде прямоугольники и легко запомнить. То есть так, прямоугольник. Тут в этом видео говорили, тебя спасет прямоугольник. И мы смотрим вдох. Например, пауза. Выдыхаем. Задержка. Дыхаем. Пауза. Дыхаем. И мы по-любому просто регулярно увидели на полу плитку, начали дышать по квадрату. Да, задержка на выдохе, более долгий выдох, чем вдох. Считается, расслабляют больше, например, чем более долгий вдох. Но это уже детали. Либо приложение открыл и дышишь, как там шарик вокруг тебя там сжимается, либо нет. Я даже не знала, что такие есть. Да, там много бесплатных просто на рабочем держать на главном экране и помнить про это. Либо, вот второй вариант, который мы говорили, контроль, что-то взять под контроль, это сразу же помогает. Потому что один и тот же стрессор, но в одном случае ты что-то контролируешь, в другом нет. Физиологическая реакция будет совершенно иная. А, например, что это? Контролировать можно что угодно. Можно мизинцем правой ноги писать Можно, не знаю, там, крутить кольцо, дергать себя за уху, либо просто пальцем отбивать какую-то мелодию, как вот эти вот заключенные там, в концлагерях. То есть те, кто сдавался, они как бы быстро и здоровье повергалось, ухудшалось и так далее. Выживали и те, кто пытался больше контролировать. То есть, по сути, делаешь все, что можно. И этот контроль, он реально очень быстро влияет. Например, в эксперименте кнопка и сколько ты выдержишь удар электрического тока. Если просто давали без кнопки, люди говорили, ай, больно, не хочу. Но если рядом была кнопка, когда в любой момент можно было нажать и прекратить, люди терпели в два раза больше. Я знаю, что я могу контролировать ситуацию. ты в любой момент можешь это остановить. У тебя ситуация под полным контролем. И достаточно даже знания, даже воображаемый контроль очень помогал снизить физиологическую реакцию на стресс. Отсюда, кстати, лайфхак. самое полезное и безопасное место в лифте, исходя из этой позиции. Где? В переполненном лифте. В серединке. Нет? Ну, я не знаю. Контроль. Кто контролирует? Кто самый главный? Возле кнопки, господи. Кто здесь босс в этом лифте? И тот, кто нажимает на кнопки, у него есть контроль ситуации, у него там пульс повышается меньше, чем у остальных. Это ощущение контроля, оно очень полезно и очень важно. Вот говорят, не надо программировать себя на плохое. Зачем ты об этом думаешь? Думай о хорошем. А может быть наоборот надо думать о плохом и как бы типа, ну, может случиться вот такая фигня. Не получится что-то у меня. Это нужно делать? Ну, вот Сопольский в книге «Почему зебра нет язв?» Он говорит, что зебра убегает один раз от хищника и дальше пасется. А человек может убегать от проблемы, неприятности сто, двести, триста раз, постоянно прокручивая, переживая эту ситуацию, которая травмирует его снова и снова. Да. И это как руминация, на самом деле у этого есть смысл. Это помогает нам не забыть про проблему, пока она не решена. И это как бы вспомогательный механизм. Никто же не может забыть, что он в туалет хотел идти, потому что проблема у него надежно крутится. Дойди, 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 ты не можешь не думать о чем-то другом. Но этот механизм, к сожалению, когда эту проблему, она прямо за тобой сейчас не гонится, этот механизм приводит к тому, что просто наносит очень большую травму. И с руминацией с ней важно научиться справляться. с руминацией, с прокручиванием. Можно ее просто завершить, то есть выписав. Это вообще, кстати, очень такой простой совет для любых тревог. Думайте вне черепной коробки. Как это? Вне черепа. На бумаге. Даже на экране компьютера открыть любой документ, который вы делаете. Просто пока мысль крутится, она такая неясная, нечеткая, кажется нам важно ой, со мной случится что-то, наверное, невообразимо ужасное, возможно, в ближайшем, а может быть, в отдаленном будущем. Как мысль, кажется, что в этом есть смысл. Но как только ты напишешь это на бумаге, со мной случится что-то ужасное, возможно, быстро, возможно, не очень быстро. Ты смотришь, что это за бред. Ну, то есть выраженное в четких словах, как только ты через руку записываешь, твои глаза видят, критически начинают анализировать. А еще на следующий день перечитываешь. Ой, это вообще просто позорище за себя вчерашнего, стыдно, что ты даже об этом беспокоился. Да. Этот подход, он очень популярный. и везде можно выписывать. На доске, где угодно. Пришла мысль, ах ты, иди сюда. Иди мысль. Ну, вот, кстати говоря, ценность-то дневников, которые раньше ввели, личные дневники, она, оказывается, тоже имеет свою терапевтическую роль. Безусловно. Безусловно. Дневники очень полезны. Очень полезны. Любое выписывание, можно даже, даже если вы их не сохраняете. Это выписали и закрыли. Для подростков. Это уже полезно, да. Они меня не понимают, весь мир против меня. Да, написал в дневнике, и все эти, как будто бы полегче. Слушай, один из способов еще, я знаю, что это медитация, но мы сейчас с тобой не будем ударяться в то, как это делать и так далее. Просто для меня стало неожиданностью, что когда я готовилась к этому выпуску, я прочитала, что на МРТ головного мозга можно найти отличие от человека, который занимается медитацией и который не занимается. Так как? Можно, например, найти отличие мозга человека, который продолжает потреблять и уже воздерживается и завязал депрессивного человека и который вышел из депрессии. То есть, из-за нейропластичности наши мозги меняются и те зоны, как мышцы, которые мы прокачиваем больше, они прокачиваются. Здесь, в принципе, нет ничего удивительного. Медитация, ведь это во многом тренировка то есть мы тренируем свое внимание есть автоматическая реакция для просто наши мысли блуждают здесь как тренировка как вот гантелью опустил поднял так и в медитации отвлекся сфокусировался на дыхании отвлекся сфокусировался и вот каждый раз вот люди думают я трачу время впустую потому что я отвлекаюсь и потом снова собираюсь так это есть суть тренировки отвлекся заметил что ты отвлекся вернулся к например там концентрация на дыхании отвлекся снова как постоянные в зале подъем тяжести и в конечном счете вот этот отдел мозга который контролирует мета наблюдатель не отвлекся ли он а второй отдел мозга который если ты отвлекся сразу возвращайся они просто становятся крепче активнее и развитые развиты на медитации навык он начинает воплощаться и в остальных сферах жизни то есть просто внимание становится более крепкой как и мышцы ты накачал на гантелях можешь поднять из стул либо стол то же самое медитация ты накачал внимание медитируя и концентрируешь на дыхании и теперь ты больше концентрируешься на своей работе и способен справляться с отвлечениями на вот это же супер популярный тренд просто мне кажется практически все мои друзья вот как раз и фаундеры все говорят а ты как медитируешь а вот сколько а что это полезная история единственное что иногда в самых популярных формах медитации она такой становится немножечко попсовой и скорее как способом бегства потому что на самом деле медитация без без срединного пути без морального кодекса она по сути немножко выхолачивается вот как йога да без каких-то концептуальных понятий она становится просто тренировкой и когнитивно-поведенческой терапии такие подходы например как практика доброты либо то же самое вот более высокие формы медитации это медитация любящей доброты медитация сострадания здесь этический компонент он тоже очень важен потому что очень важно чем ты фокусируешься некоторые просто используют медитация вот есть много ерунды но я думаю только своем не отвлекаюсь на все остальное фокус внимания так как просто способ бегства получается смотри от медитации наш мозг прокачивается а депрессии что он уменьшается что с ним происходит не нервные клетки не погибают но происходит вот как дерево падают листья которые то есть уменьшается количество связей шипики там дендриты отростки между нервных клетками их становится меньше вот но это кстати не всегда это баг иногда это может быть фичей даже это способ как это например вот замечала да вот во всех как бы там культурах иногда новичков всегда гнобят да вот но из практической точки зрения вот этот стресс который погружают ужасный человека он его делает более внушаемым и восприимчивым разрушая его старые нейронные связи и потом когда новичок уже такой изнеможденный его в общем-то достают и новая доктрина новые правила заходят ему лучше и без сопротивления подожди я ничего не поняла еще раз смотри разрушение нервных связь про новичка мне просто интересно потому что я всегда считал у меня была версия я вообще всегда была очень часто была новичком мы переезжали с семьей много раз и и мне казалось что это наоборот круто потому что я попадая в любое общество я уже как бы я уже уже весь путь прошла я научилась уже как это все делать я уже в любое общество попадая я знаю как себя вести я знаю как там нужно отразить удар отражу нужно подружиться подружусь то есть я все уже но я всему научилась я думала что это наоборот хорошо нет это хорошо я имею ввиду та реакция что стресс снижает количество нервных связей да вот мы как бы считаем что это всегда плохо но это не всегда плохо не Не всегда. Потому что переобучиться иногда сложнее, чем научиться новому. И вот этот вот процесс, когда там гормон стресса, кортизол, когда он снижает количество связей. С точки зрения организма, старые связи не вывозят, нужно какие-то там эти привычки, какие-то вещи немножко подразрушить и освободить просто вот эту вот возможность для формирования новых каких-то навыков. Поэтому в определенном уровне стресс где-то и помогает учиться, потому что он помогает осознать то, что прошлые модели либо привычки не работают, нужно их отказаться и нарастить какие-то другие. Так, хорошо. Стресс бывает иногда и полезным. И получается вот смотри, тревога. Если брать ее иногда, а у меня так бывает, я замечала даже, прочекивала этот момент, что я волнуюсь. Либо перед интервью, либо во время в начале у меня бывает часов волнения. И эти интервью получаются круче. Они более такие яркие, более такие острые, такие непресные. Почему это происходит? Почему волнение дает мне какой-то перчинки? Но это не тревога. Это скорее волнение хорошее. Да, да, да. Мне, например, вот это чувство тоже очень нравится. И оно дает такое, как вот экзамены, когда ты сдаешь студентам, у тебя одна ручка, ты как с этой ручкой, как Тореадор с пикой выходишь против быка, разъяренного преподавателя, который задает тебе разные вопросы и хочет тебя где-то найти и подколоть. И те люди, кому, например, рекомендовали перед выступлениями, либо перед чем-то не волноваться, они показывали худшие результаты, либо кому советовали успокоиться, чем те, у кого была предстартовая готовность. Это хорошо, потому что вот это вот волнение, это повышение нормальное такое уровня внимания, то есть режим охотника. Ты готов, ты лучше функционируешь, ты быстрее замечаешь. То есть никогда нельзя человеку в волнении, говорит, не волнуйся, он еще больше будет, да? Ну, зачем? Если это просто нормальная готовность, а не то, что он не парализующий стресс, условно говоря, он краснеет, а не бледнеет, да, то есть кровь перелила, он, наоборот, в большей степени готов, вот, то, наоборот, ему стресс будет хорошо. Это все зависит зачастую даже от конституции человека. Есть история, что Александр Македонский так себе солдат-гвардии отбирал, идет по щечину, лепил внезапно и смотрит, он побледнел, либо покраснел. Он больше готов замереть, либо он все-таки больше готов, это его повышает. Мы с тобой еще говорили в начале интервью про информационный фастфуд и вообще про то, что почему наш мозг любит трэш, да? Что с этим делать? Какая-то психогигиена, что-то вот, что мы должны делать? Во-первых, понимаешь, чем больше мы смотрим трэша, читаем трэша и потребляем трэша, тем сильнее выгораем. Это особенность новостей информационной перегрузки, что зачастую мы воспринимаем как вещи, которые к нам не имеют отношения и нерелевантны, как будто бы они угрожают, непосредственно находятся за углом практически. И что здесь делать, если приходят такие тревоги либо опасения? Просто нужно составить список. То есть вот я боюсь, да? Окей, я боюсь, что упадет самолет. Что я могу сделать, чтобы минимизировать? Может быть, выбрать компанию? Может быть, если самолет упал, да, как не для моей семьи, минимизировать риски? То есть заранее составить завещание, о чем-то позаботься, составить списки какие-то. Но вот ты уже... Прожить яркую жизнь до этого момента. Это мой случай. Завещать пока что нечего, поэтому... А, ты волнуешься, например, что... Понял, что ты волнуешься? А, у меня же есть план. Открываешь. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Все. То есть тревога превращается в действие определенное. Если действие сделано, ты... А, ну, с этим риском все закрыто. И так далее. И просто-попросту закрываешь этот вопрос. Ну, вот смотри, у предпринимателей огромное количество как раз-таки тревог. Они постоянно тревожатся обо всем. И они хотят все контролировать. Что делать? Уменьшать зону контроля. Помнишь, как в фильме Ви Панамар рисовал этот круг? Да. Вот этот круг – это локус контроля для психического здоровья. Пока ты находишься там, внутри событий, которые ты можешь контролировать, ты останешься психически здоровым. То есть хотелось бы сформулировать это правило так. Каждое усилие, каждая секунда времени и внимания, направленное на то, что ты не контролируешь, истощает тебя и повышает риск выученной беспомощности. Каждая секунда времени и каждое усилие, которое направлено на то, что ты контролируешь, укрепляет тебя, успокаивает и увеличивает твои ресурсы. И почему же проблема такая существует? Потому что отказаться от контроля реально очень сложно. Вот у нас с детства возникает такая инфантильная иллюзия гиперконтроля. Только мы там задрыгали ножкой, всплакнули, сразу же родители бегут к нам, мы как бы контролируем этот мир. Захать пописали, поменяли памперс. Но ребенок растет, и чем больше человек взрослеет, тем меньше он понимает, что есть вещей, на которые он может оказывать влияние. И это и есть психическое здоровье. Ты понимаешь, что есть вещи, которые больше тебя, сложнее тебя, которые ты не можешь контролировать. И попытки сражаться с витринными мельницами – это как раз таки ты теряешь возможности сделать то, что ты реально можешь сделать. Из-за вот этих вот бесплодных попыток контроля. Например, как там мысли другого человека, либо что-то еще. Это очень часто люди обращаются. Как я могу изменить своего там партнера, либо другого человека, или заставить думать? Говорю, никак. Ты можешь только изменить свое поведение. Это уже фокус контроля. Я хочу сделать, вот изменить человека, чтобы он вел себя так иначе. Но мы это не можем делать. Можем изменить условия, уволить этого человека, нанять другого, более подходящего и так далее. Но не изменить внутреннюю сущность. И для предпринимателей это очень важно, потому что они сталкиваются с огромной неопределенностью. Вот так просто человеку потянуть уровень такой неопределенности – это просто психическая система вряд ли выдержится. А предприниматели, они просто выдерживают просто невероятный уровень неопределенности, непонятных переменных, которые будут развиваться, и сохраняют при этом еще психическое здоровье. Я думаю, что это очень круто. А как это, почему это? Как это объяснить? Ну, вероятно, их желание увидеть этот проект, либо существует такое базовое, что бы ни было, я с этим справлюсь. Так либо иначе. Ну, а вот есть какой-то, допустим, я тоже читала информацию, что есть просто генетические такие люди, которые более стрессоустойчивы. Что, например, есть там спасатели, там МЧСники какие-нибудь, пожарные. У них постоянно стресс, у них большая выработка кортизола большая, они как бы антистрессовые механизмы запустились в организме, все как бы нормально. А вот у нас вроде бы недостаточно стрессовых этих ситуаций. Есть, да, есть. Во-первых, есть какая-то история детства, да. То есть изначально как человек справлялся с ситуациями. Либо его научали быстро не обращать внимания, либо он склонен замыкаться в себе и долгое время руминировать. Ну, есть, безусловно, гены, как вот ген воина. Мы уже упоминали, там был катехолометилтрансфераза. Условно говоря, человек переволновался, у него там вскочили нейромедиаторы, адреналин. Но фермент активный, он быстро их сбросил вниз. И у таких людей почти невозможно, очень крайне низкий риск посттравматического стрессового расстройства. А есть люди, у них что-то случилось, но они долго переживают. У них долгий, постоянно повышенный уровень стрессовых гормонов. И это впечатывается и повреждает сильнее это событие, переживаемое, чем какое-то другое. И поэтому при стрессе их продуктивность ухудшается. А для многих состояние аврала, вот это состояние адреналина, оно, наоборот, поднимает до оптимального уровня нейромедиаторов и гормонов. И, наоборот, они в таком состоянии чувствуют себя, как рыба в воде. А вот смотри, на Кипр сейчас очень много ребят релацируются. И мы в такое турбулентное время вообще живем. На ментальном здоровье это сказывается, что человек оставляет свою страну или своих друзей, переезжает в новое место. Или, наоборот, это хорошо? Смена контекста – это вообще очень хорошая практика, если ты хочешь отказаться от каких-то привычек, либо привить новые. Потому что, как говорится, то, что было в Вегасе, должно остаться в Вегасе. И это, например, люди, у кого склонны к зависимости, их стараются вывести в рехаб. Почему в рехаб? Потому что их старые привычки поддерживаются окружением. Вот мысль, когда ты смотришь на эту вещь, она у тебя с чем-то ассоциируется, это с чем-то ассоциируется. И, по сути, мы как бы закрастеневаем в одном и том же окружении. Смена окружения, она как бы обнуляет все наши стимулы, триггеры и помогает сформировать новые. Поэтому иногда многие писатели пишут книгу в новом месте, уезжают, начинают какой-то новый проект, либо переезжают, и переезд дается стимулом, потому что ты можешь с нуля начать. Переезд, он дает такую возможность в том, что ты перестаешь зависеть от каких-то старых условностей и можешь что-то начать по-новому. Мне кажется, это шанс, который можно использовать. У нас смешно было с квартирой. Мы договорились, вот новая квартира давно, что мы переезжаем, и мы не едим всякие вкусняшки, только в кафе. И мы такие как-то съели, и такие все, испортили квартиру. Теперь это окружение будет уже ассоциируется с чем-то не очень здоровым, все, надо менять. Ну и поменяли, переехали на Кипр, получается. Вот, сказал, сделал. Скажи мне, вот мы завершаем с тобой уже наше интервью. Хотела еще уточнить, нам часто, особенно нам, предпринимателям, мы стоим перед выбором принятия важного жизненного решения. Ну и вообще у людей это часто бывает. Самый верный способ не ошибиться. Я бы посоветовал какое-то упражнение, связанное с такой представлением будущего идеального мудрого себя. То есть переносимся на 10 лет вперед, смотрим на все это, смотрим два сценария, там получилось, либо не получилось. Ты себя просто спрашиваешь, пожалел ли я об этом, либо нет. Буду ли я об этом жалеть. И наша психика устроена таким образом, что неприятные моменты, но связанные с принятием решения какого-то, даже если оно, мы провалились, они стираются с памятью. И остается такой гордость, что мы попробовали. Но если мы не попробовали что-то, хотя была возможность, сожаление об этом остается с нами пожизненно. Есть даже такая теория самосожаления. То есть у нас есть разные как бы я, и как бы поступило я идеальный мое. То есть условно говоря, даже если вы попробуете и у вас не получится, через 10 лет вы будете гордиться тем, что вы попробовали. Вот поэтому мой самый любимый фильм с Джимом Кэрри всегда говорит да. Я вписываюсь в любые авантюры. Так, завершающий вопрос. А умному человеку легче пережить стресс, чем глупому? Не всегда. Знание умножает скорбь, да, как говорили еще раньше. И иногда даже умный человек может просто себя более хитро обманывать. придумывать оправдания, очень рациональные, очень правдоподобные и так далее. Поэтому я бы не сказал, что активность, она связана с интеллектом. То есть готовность человека действовать. И иногда люди, не имеющие особо каких-то преимуществ, просто берут и становятся победителями из-за своей дисциплины, настойчивости, последовательности. И опять-таки из-за того, что готовы снять корону и учиться. А не просто думать, что они все умеют. Какой-то человек, я умный, я уже все знаю, мне ничему не нужно учиться и так далее. Это гарантия неуспеха. Вот, Андрей, это я сказала финальный вопрос, но это не финальный. Я все-таки от тебя хочу такую, знаешь, финальную рекомендацию для предпринимателей, как им сохранить свое ментальное здоровье, как не растерять его на пути своего бизнес-успеха. Наверное, помнить про скольжение на волнах, то есть это как серфинг определенный, что есть подъемы и есть спады. Чтобы не случилось, винить океан в том, что вы упали, либо в том, что вы плаваете, вряд ли имеет какой-то определенный смысл. Просто наслаждаться моментом, когда ты на волне, и быть готовым снова и снова остановиться на доску. В конечном счете, все мы упадем с этой доски рано или поздно, но получить и навсегда помнить классный момент, оно будет всегда, наверное, полезным. Всегда есть подъемы, спады, и просто нужно вот эти потребности организма уважать. Восстановление, нагрузка, восстановление, нагрузка. Ну и, пожалуй, лучший способ преодолеть любую проблему это перерасти ее, просто становиться больше, сильнее, сохраняя при этом определенную беззаботность, наверное, и легкость. Легко и беззаботно подходить к решению неподъемных и сложных задач. Да, будем. Я получила сегодня ценные знания, для меня это реально очень круто. То есть я вот просто лично тебя очень благодарю за эту встречу. Вот, и будет очень здорово, и, ребят, если вы напишите какие-то свои комментарии, что вам показалось ценным, а с какими стрессами вы уже справлялись и смогли их преодолеть. Может быть, вопросы для Андрея будут. Ответишь? Конечно. Да, вот. И Андрей ответит на вопросы, это тоже очень крутая возможность. Цените себя, берегите, мы рады, что вы нас смотрите, и до скорых встреч. С вами была Нина Серебренникова. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова